Мама, объясни, почему вы разводитесь? Не хочу говорить об этом, сынок, вздохнула Вероника. Так получилось. Я ничего не понимаю. Вы прожили вместе почти 20 лет. У вас серебряная свадьба на носу. И вдруг развод. Максим, ты уже сам взрослый мужчина. И должен понимать, что если люди расстаются, значит у них на то были причины. Но я не хочу тебе рассказывать о них. Это наша личная мама. А может быть я имею право знать? Все-таки теперь у меня нет нормальной семьи. Есть у тебя семья. Просто мы будем жить отдельно. Я осталась здесь, а отец вернулся в квартиру бабушки. На твою жилплощадь никто претендовать не будет. Мы с отцом купили ее для тебя, и это останется неизменным. Но дело ведь не только в этом. Сынок, за весь день я устала и не хочу больше ни о чем говорить. Иди, пожалуйста, поужинай, а я прилягу. Что-то сегодня опять плохо себя чувствую. Ты останешься у меня или поедешь к себе? К себе, мам. А ты ложись, отдыхай. Может тебе что-нибудь принести? Нет, нет, не надо. Иди поешь. Максим посмотрел вслед матери, но на кухню не пошел и ужинать не стал. Он долго еще сидел на диване в гостиной, думая над тем, что услышал. Потом заглянул в спальню, где уже спала мать, укрыл ее теплым мягким пледом и вышел из квартиры. И ему очень хотелось побыть одному, глотнуть охлажденного дождем воздуха, освежить пылающую, как факел, голову. Максим всегда думал, что у него самая лучшая семья, самые любящие родители и вообще все хорошо. А теперь оказалось, что это не так. Максим нахмурился. Мама выглядит такой несчастной, к тому же ее мучает эта болезнь. Бедная, так ее жалко. А вот отец, похоже, совсем не способен на жалость. Да что там говорить, сто процентов он виноват в том, что они расстались. Мама всегда была доброй и мягкой, а вот отец требовательным и строгим. Максим хорошо помнил, как он воспитывал его. Ругал за каждую двойку, настаивая на том, чтобы сын уже на следующий день закрыл ее хорошей отметкой. Не прощал он Максиму и ребячьих шалостей. Совсем плохо было тогда, когда кто-нибудь жаловался на него не матери, а отцу. Помнил Максим и заплаканные мамины глаза. Получается, что несмотря на все, мама все-таки любила его отца. Любила и все прощала. А теперь у нее просто не осталось сил. И отец, надо же, какое нашел время, когда мама так слаба. Она ведь только-только закончила лечение в больнице. А тут еще и развод. Максим почувствовал невыносимую злость. Если бы отец появился сейчас перед ним, он бы наверняка не сдержался и натворил бед. Вдруг в кармане зазвонил телефон. Максим взглянул на входящий. Это была Даша, девушка, с которой он встречался вот уже месяц. Алло, Макс, мне с тобой нужно поговорить. Ты можешь приехать ко мне сейчас? Вот как раз сейчас не могу. Раздосадованный мыслями о родителях, Максим не сдержался и ответил ей довольно-таки грубо. Даша мгновенно почувствовала это, однако продолжала настаивать на встрече. Максим, но это очень важно. Послушай, мне сейчас не до разговоров. У меня проблемы в семье, понимаешь? У меня тоже проблема. Расплакалась девушка. И решать ее нам с тобой предстоит вместе. Ну и что у тебя там случилось? В сердцах воскликнул Максим. Я не хочу говорить об этом по телефону. Так ты приедешь или нет? Хорошо, давай встретимся завтра. Уже поздно, я ложусь спать. Ты что, меня не понял? Дарья сорвалась на крик. Я не хочу ждать завтра. Мне нужно что-то тебе сказать. Я хочу увидеть тебя прямо сейчас. А я не хочу, взорвался Максим. Мне сейчас не до тебя. Макс! Воскликнула Дарья, но он уже сбросил звонок, а потом и вовсе выключил телефон. Максим не придал этой ссоре никакого значения. Тем более, что он сегодня никого не хотел видеть. Никого, кроме отца. Конечно, для этого нужно ехать на другой конец города. Но это было неважно. Он должен был ответить ему, почему так поступил с матерью. В том, что в разводе виноват именно отец, Максим не сомневался. Вдруг рядом мигнули фары, раздался громкий сигнал, и проезжающая мимо машина, не успев притормозить, окатила задумавшегося парня грязью с ног до головы. Громко ругаясь, Максим отпрыгнул в сторону, но было уже поздно. Пришлось ему добираться до дома, чтобы переодеться. И без того ужасное настроение опустилось до предела. Но Максим все-таки решил не откладывать визит к отцу. Он вызвал такси и уже через полчаса подъезжал к его дому. Когда-то Макс здесь был частым гостем. Пока была жива бабуля, родители постоянно оставляли его у нее. Можно было сказать, что с бабой Томой он провел все детство. А вот маминых родителей Максим почти не помнил. Они ушли один за другим, когда он был совсем еще маленьким. Добрые воспоминания нахлынули на Максима. Вот его любимые качели. А это старая вишня, на которую он залезал, представляя себе пиратом на корабле. Бабушка волновалась и просила его быть аккуратнее, но никогда не запрещала внуку лазать по деревьям и вообще делать то, что обычно делают мальчишки. И спорила с его матерью, доказывая, что дети не должны быть тепличными растениями. Вероника не понимала свекровь и ссорилась с ней. А папа всегда заступался за бабушку. Максим вздохнул, снова подумав о том, что отец никогда не жалел его маму. «Федор, ну почему ты такой?» Спрашивала она мужа. «Я не понимаю, как можно относиться так к собственному сыну?» «Мальчишка должен быть мальчишкой», – отвечал тот. «Да, у него будут ссадины и, может быть, даже сбитые коленки. В этом нет ничего страшного. Я хочу, чтобы он вырос мужчиной и умел отвечать за свои поступки и слова. А ты пытаешься воспитать его каким-то нюней. Ты хочешь, чтобы он был похож на тебя? Был таким же жестким? Ника, а ты бы предпочла, чтобы наш сын вырос белым и пушистым?» Мать только отмахивалась, прерывая спор. Поднимаясь в квартиру отца, Максим усмехнулся. «Он не вырос ни жестким, как хотел отец, ни пушистым, как мечтала мать. Он был самим собой. И теперь больше всего хотел узнать правду, почему отец бросил мать». Открыв дверь своим ключом, который остался у него еще с тех дней, когда он приезжал проведывать бабушку, Максим вошел в квартиру. В ванной лилась вода, и Максим решил дождаться отца в гостиной. Но едва сделал шаг в ту сторону, как замер в изумлении. В спальне на кровати лежала Даша. Она до подбородка натянула одеяло и через открытую дверь смотрела на своего жениха, который неизвестным образом появился здесь. Оба молчали, потеряв дар речи. Шум душа смолк, и из ванной комнаты вышел улыбающийся Федор. На нем был его любимый халат, а на голове полотенце. И он быстрыми движениями вытирал мокрую голову, а потом не сразу заметил сына. «Максим?» Улыбка сошла с его лица. «Что ты здесь делаешь?» «Я?» «Я?» Закричал Максим и схватил отца за грудки. Даша вскрикнула, но на нее никто не обратил внимания. «Это я что делаю?» «Это ты что делаешь?» «Седина в бороду без в ребро, да?» «Из-за этой дряни ты бросил мать. А ты хоть знаешь, что эта тварь встречалась со мной?» «Или тебе все равно, да?» Федор легко стряхнул руки сына. «Значит, это ты», – спокойно сказал он. «Ну что ж, значит, пришло время, и сейчас мы с тобой поговорим как мужчина с мужчиной». «Да не хочу я с тобой ни о чем разговаривать. Все, что нужно, я уже увидел». «Ты ничего не видел и ничего не понял, потому что еще не умеешь разговаривать, как взрослые люди». «О чем мне с вами разговаривать?» «Я видеть не хочу ни тебя, ни ее. Мне только мать жалко, ты сломал ей жизнь». «Она больна, перенесла сложную операцию, нужна твоя поддержка, а ты бросил ее ради этой...» «Этой...» «Это не я бросил Веронику», – тихо произнес Федор. «Это она оставила меня». «Бросила ради твоего отца». «Ты хотел узнать правду. Тогда садись и слушай». Много лет назад Вероника влюбилась в одного молодого врача. Это было еще до нашей встречи с ней. Она была счастлива, потому что любила. И ей было все равно, что он женат. У Ники даже созрел свой план. Она решила забеременеть, чтобы привязать его к себе, заставить уйти от жены. Но Андрей сделал выбор не в ее пользу. И они расстались. «Я тогда работал водителем автобуса, и однажды вечером заметил девушку, которая села у окна и бесцельно каталась со мной по маршруту, не выходя ни на одной остановке. Пришло время ехать в автопарк, пассажиры давным-давно вышли, и только она словно не замечала ничего вокруг. Я подошел к ней и спросил, что случилось. Она вскинула на меня свои огромные серые глаза, полные слез, и я понял, что пропал. «Да, Максим, в ту минуту я раз и на всю жизнь влюбился в твою маму. Она доверчиво рассказала мне все, призналась и в своей беременности, и в том, что Андрей слышать не хочет больше ни о ней, ни о ребенке». «Я не знаю, что мне делать», – плакала Ника. «У меня такие строгие родители, они просто убьют меня, если узнают, что я беременная». «Если ты позволишь», – сказал я ей, – «я стану тебе мужем и отцом твоему малышу». Она снова посмотрела на меня и покачала головой. «Зачем я тебе?» «Я ждал тебя всю мою жизнь», – ответил я Ники. «И всегда буду любить только тебя». В тот же вечер она осталась у меня. Вскоре мы поженились, потом на свет появился ты. Никто, даже моя мать, не догадывалась, что я не твой родной отец. Твоя бабушка всех уверяла, что ты просто моя копия. Я поддерживал ее в этом. И Ника была мне за это очень благодарна. «А я просто любил вас, и тебя, и ее, и был самым счастливым на свете». «Знаешь, я очень хочу еще детей», – говорил я жене, глядя на то, как ты растешь. «Давай подарим Максиму братика или сестричку». Но она отказывалась. И знаешь почему? Потому что боялась, что я разлюблю тебя, не хотела, чтобы ты чувствовал себя вторым. Я ее понимал и соглашался. О том, как мы жили, я не буду тебе рассказывать. Ты все прекрасно знаешь и сам. Скажу лишь о том, что недавно, как раз в то время, когда мама стала плохо себя чувствовать, она в больнице встретила Андрея и призналась ему, что ты его сын. Не смогла промолчать, не удержалась. К этому времени Андрей уже овдовел, детей у него нет. Ты, получается, единственный его ребенок. Конечно, он стал ухаживать за Никой. И она несколько раз встречалась с ним. А мне боялась сказать. Однажды я пришел к ней в палату и застал их там. Они просто сидели, обнявшись. Но я все понял. Знаешь, что больше всего убило меня. Думаешь, ее предательство? Нет. Ее счастливые глаза. Ника никогда не смотрела на меня так, как смотрела на него. Я ничего не сказала. Просто ушел. Потом мы поговорили с ней. Хотя и этого делать не стоило. Операция прошла успешно. Твоя мать абсолютно здорова и счастлива. Но не со мной, а с ним. Они давно бы стали жить вместе, но не знают, как тебе сказать об этом. Как видишь, я твоей матери не изменял. Она сама оставила меня. Ты тоже хорош, воскликнул ошеломленный этой исповедью Максим. Посмотри, кто лежит в твоей постели. Так ты отомстил мне. Но за что? Разве я виноват в грехах матери? Почему ты выбрал именно Дашу? Давай теперь поговорим о Дарье, кивнул Федор. Ты ведь знаешь, что я подрабатываю таксистом. Буквально пару часов назад я отвез последнего пассажира и возвращался домой, когда Даша в прямом смысле этого слова бросилась мне под колеса. Я заметил ее в последнюю минуту и не успел вовремя затормозить. К счастью, ничего серьезного не произошло. Даша упала и сильно ушибла лодыжку. Встать и идти она не могла. Я испугался и настоял на том, чтобы показать ее травматологу. Мы съездили в ближайший медпункт, и там нам сказали, что перелома нет. Даша никому не призналась, что попала под мою машину и только просила меня отвезти ее в какую-нибудь гостиницу, чтобы она могла там переночевать. В общежитии, где сейчас она живет, слишком шумно, а ей хотелось покоя. Но когда Даша падала, она сильно испачкалась и вряд ли бы ее пустили в какую-нибудь гостиницу. Поэтому я предложил ей переночевать у меня. Посмотри, я постелил себе в гостиной. Я ее отвел в спальню, потому что там дверь с замком, и так Даша было бы спокойнее. «Вы все мне врете!» – воскликнул Максим. «На ходу придумываете сказки, и хотите, чтобы я в них поверил? С чего бы ей бегать по городу и прыгать под твои колеса? Мы совсем недавно разговаривали с ней по телефону, и все было в порядке». «Ничего не было в порядке!» – крикнула Даша. «Я просила тебя встретиться со мной, говорила, что у меня есть для тебя новость, но ты сказал, что не хочешь видеть меня». «Постой». Федор вскинул брови. «Ты рассказывала, что забеременела, и парень тебя из-за этого бросил?» «Как же я сразу не сообразил?» «Максим, значит, это ты?» «Ну, как ты можешь отказываться от собственного ребенка?» Ноги у Максима подкосились, и он без сил опустился на диван. «Даша, ты ждешь малыша?» «Нашего с тобой ребенка?» Глаза девушки наполнились слезами, и она кивнула. «О, Господи!» Максим схватился за голову. «Я совсем запутался. Я ничего не понимаю, что мне делать, папа?» Он насекся на полусловие и взглянул на Федора. «Я ведь все равно могу называть тебя отцом». «Ну, конечно, можешь. Для меня ты навсегда останешься единственным сыном. А теперь вам с Дашей нужно поговорить. Максим, ей нужна твоя поддержка. Я пойду на кухню и поставлю чайник. Как только все решить, приходите ко мне». Федор ждал Максима и Дашу более получаса, но не торопил их, понимая, что им нужно во всем разобраться. Когда же они вышли, лицо девушки сияло от радости. Максим тоже улыбался. «Спасибо тебе, папа. Знаешь, это большая удача, что Даша попала под твою машину. Иначе могло произойти непоправимое. Она ведь решила, что я бросил ее. А я просто был зол, потому что не понимал, почему вы с мамой расстались. И во всем обвинил тебя». «Это правильно», – сказал Федор. «В отношениях многое зависит от мужчины. Он обязан делать свою женщину счастливой. И если у него это не получается, значит, нужно отпустить ее». «Вот и все. Прошу тебя, не вини маму. Я всегда хотел, чтобы у нее все было хорошо. Даже если не со мной». Раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» – удивился Максим. «Нет», – покачал головой Федор. «Если честно, я вообще думал, что проведу сегодняшний вечер в одиночестве, как и все последующие. Но, смотрю, не судьба мне сидеть и горевать над своей жизнью. Подождите, пойду посмотрю, кто там». Он открыл дверь и с удивлением увидел перед собой жену. «Пустишь?» – спросила она. «Проходи». Федор отступил в сторону. «Только я не один, у меня Максим и Даша». «Даша?» «Какая Даша?» «Девушка Максима». «Федя, я хотела поговорить с тобой». Тихо начала Вероника. «Попросить?» «Не надо ничего говорить сыну». «Поздно, мама. Я знаю, что отец мне неродной. Ты родила меня от какого-то врача». Максим вышел в коридор из кухни и встал рядом с Федором. Веронике бросилось в глаза их сходство, и она зарыдала, закрыв лицо руками. «Ничего ты не знаешь, сынок. И ты тоже, Федя». Андрей как был под лицом, так и остался. Он сделал тест ДНК. Для этого попросил одну из своих лаборанток, чтобы они взяли у тебя образцы крови. «Помнишь, Максим, ты приходил ко мне, и тебя попросили сдать кровь. Якобы они хотели узнать, можешь ты быть моим донором или нет. Если вдруг это понадобится». Оказывается, это было не нужно. Андрей просто обманул меня. Но сейчас я рада этому. «Федя, я не знаю, как так получилось, но Максим не сын Андрея. Его отец ты. И если хочешь, мы сделаем новый тест, уже с вашими образцами». «Федя, Федя, прости меня». Я не знаю, что на меня нашло. Вспомнилось былое. Но в этот раз между мной и Андреем ничего не было. Да, мы несколько раз встречались, обедали вместе, гуляли, разговаривали, виделись и в больнице, но ни о какой близости даже речи не шло. «Федя, когда я поняла, что могу потерять тебя, когда ты заговорил о разводе, для меня погас весь мир. Прости, что я дала тебе повод усомниться во мне. Прошу тебя, прости». Федор ничего не сказал. Он просто обнял жену и сына, крепко прижав их к себе. «Ну что ж, семья», – улыбнулся он. «Пойдемте знакомиться с пополнением. Скоро нас станет больше». Вероника с недоумением посмотрела на мужа, а когда ей все рассказали, она познакомилась с Дашей. Долго не могла прийти в себя от удивления. «Это просто невероятно. Таких совпадений не бывает, ребята, но это такое счастье». Все смеялись и соглашались с ней. У каждого на душе было светло и тепло. И верилось, что теперь так будет всегда. Но через месяц их ожидало новое счастье. «Федя, помнишь, ты просил малыша?» Улыбнулась мужу Вероника. «Конечно. И скоро мы с тобой будем нянчить нашего внука». «Не только внука, но и сына, а может быть, дочку». Изумленный Федор посмотрел на жену, а потом радостно рассмеялся. «Это правда?» «Да, только я не знаю, радоваться этому или огорчаться. Все-таки мне уже сорок». «Не уже, а еще, родная моя, хорошая, я очень тебя люблю». «Если бы ты только знал, как я тебя люблю», – ответила мужу Вероника. «И мне сейчас страшно подумать, что я могла потерять тебя. Или не встретить». Федор обнял жену. «Я всегда буду с тобой рядом». Прошел год. Как-то вечером, гуляя в парке двумя семьями с маленькими детьми, Вероника заметила Андрея, стоявшего неподалеку и не сводившего с них глаз. Она отвернулась и прижалась к Федору, который катил перед собой коляску с их малышкой-дочкой. Рядом шли Максим и Даша. В их коляске сладко посапывал сынок, которого они назвали Федором в честь деда. Андрей, провожая их взглядом, вздохнул. Только теперь он понял, что мимо прошло его счастье, которое дважды стучалось в его дверь, но он не открыл ее. Опустив голову, он ссутулился и медленно побрел в свою пустую квартиру, где его никто не ждал. Продолжение следует... Продолжение следует...